Дорогие друзья, перед тем как перейти к просмотру, небольшая просьба, напишите в комментарии под этим видео, до какой минуты или секунды вы досмотрели этот ролик. Заранее спасибо, также не забывайте подписаться и поставить класс. И вперед! Чемпионат Франции, 33-й тур. Леон опять попал в неприятности с фанатами. Совсем недавно произошел инцидент в Лиге Европы, где клуб играл с Бешекташем. Фанаты турецкого клуба чуть не сорвали этот матч. Смотрите подробности в ролике, подсказка появится вверху экрана. И вот опять у Леона неприятности. Также лидеры синхронно берут очки в чемпионате Франции. Очень интересный получается у нас французский чемпионат. После того, как посмотрим турниру таблицу, сами поймете почему. Парис Сан-Жермен на выезде разобрался с Сан-Же 0-2. Дубль на свой счет записал Димарье. Шестая победа подряд в чемпионате Франции для парижского клуба. Еще один из претендентов на чемпионство Ницца также с разницей в два мяча обыграл Ананси 3-1. Третья победа в подряд для Ниццы. За клуб забивали Ле Биань и дважды Сери. Мампелье обыгрывает аутсайдера Лорьян 2-0. Рен с таким же счетом обыграл Лиль. Лиль проигрывает уже второй тур в подряд. А Рен выигрывал в последний раз в 27-м туре. В поединке соседей по турнире таблицы Гингам обыгрывает Тулузу 2-1. После трех проигранных туров Кан сыграл в ничью с Меццем 2-2. Представитель Франции в Лиге чемпионов, а по совместительству и лидер чемпионата Франции Монако добыл очередные свои три очка, обыграв аутсайдера Дижон 2-1. Проигрывая по ходу матча, Монако усилиями Дидара на 70-й и Фалькао на 81-й принесли победу Монегаскам. Подробнее о Лиге чемпионов, в котором играла Монако, смотрите ролик. Ссылка появится вверху экрана. Нант уступает на своем поле Бордо 0-1 и матч Бастия-Леон перенесен, как было сказано выше. В перерыве матча после счета 0-0 фанаты гостей попытались напасть на вратаря Леона, который направлялся в потрибунное помещение. За него вступились его игроки. После этого случая делегат матча принял решение прекратить встречу. Кроме инцидента с Бешикташем рекомендую еще посмотреть ролик, посвященный Лиге Европы, в котором играл Леон. И завершает тур поздним вечером Марсель и Сент-Этьен. В 34-м туре центральный матч тура будет именно в Леоне, где местный клуб сыграет с Монако. Также играют 22-го апреля Бордо-Бастия, Ларьян-Мец, Сент-Этьен-Рен, Нанси-Марсель, Лили-Гингам, Ницца едет в гости к Тулузе, Дижон-Анже, ПСЖ-Монпелье и Канц играет с Нантом. В турнирной таблице чемпионата Франции очень большая плотность. У Монако 77 очков, у ПСЖ 74 и у Ниццы 73, у Леона 54, он 4. Внизу турнир таблицы, Ларьян на 18-м месте 31 очко, у Дижона 29 и у Басти 28, также здесь очень большая плотность. В списке лучших бомбардиров у Кавани 29 забитых мячей, матч Леона был перенесен, Ля Козе, соответственно, и не забил. 24 мяча у него, Фалькао забил, он на 3-м месте 18 очков. Смотрите каждую неделю в выпуске, посвященном чемпионату Франции, рекомендую также посмотреть обзор чемпионата России. Если этот ролик вам понравился, был полезен и интересен, вы можете перевести любую сумму на поддержание этого проекта. Ссылки будут в описании под этим видео. Также не забывайте ставить класс, комментировать, делиться в социальных сетях и подписываться. Это абсолютно бесплатно. Субтитры сделал DimaTorzok